Авария с участием пяти транспортных средств произошла на перекрёстке улиц Пластунской и Макаренко. По предварительной информации, водитель, управляя транспортным средством, Рено совершил манёвр на запрещающий сигнал светофора, чем спровоцировал ДТП с автомобилем Киа. От удара Киа продолжила движение, задев ещё три автомобиля и перевернулась на крышу. В результате ДТП пострадали два человека. Состояние остальных участников аварии уточняется. В ходе мониторинга социальных сетей инспекторы ГИБДД увидели ролик, главным героем которого стал автомобиль БМВ. Его водитель выехал на встречную полосу. По проверке по оперативным учётам личность водителя быстро установили. Наказание за подобное нарушение предусматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. На участке автодороги Красная Поляна-Адлер самосвал въехал в отбойник. Очевидцы предположили, что это могло произойти из-за неисправности тормозной системы. По их мнению, грузовик пытался уйти от столкновения со стоящим на светофоре автомобилем и таким способом избежать жертв. Ещё одна авария перед поворотом на Красную Поляну. По информации от ГИБДД Сочи, водитель, управляя транспортным средством «Хонда», при повороте налево не уступил дорогу «Тойоте», ехавшей по главной дороге. В результате произошло столкновение. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Камеры видеонаблюдения в одном из магазинов на улице Конституции зафиксировали кражу. На кадрах видно, как мужчина зашёл в магазин и, воспользовавшись отсутствием продавца и покупателей, схватил чужой мобильный телефон и спешно скрылся в неизвестном направлении. На курортном проспекте в Хостинском районе мотоциклист не остановился по требованию инспектора ДПС. В ходе преследования водитель грубо нарушал ПДД, не выполнял неоднократные требования об остановке, выезжал навстречу, тем самым подверг опасности жизнь и здоровье как своего пассажира, так и других участников движения. Водитель был задержан, им оказался 32-летний житель Алтайского края. В отношении него составлены семь административных материалов.